Инвест Фьючер готовится выйти на IPO в 2024 году. Да, вот так я хотела бы начать этот выпуск, но мы немножко не успеваем. Ну, ладно, шутка, до IPO мы пока что не доросли. Возможно, году так в 2026, но это еще надо дожить. Ну, а вот на Мосбирже заголовков про планы выхода на IPO в этом году мы увидели и правда много. И дальше, как говорится, будет больше, потому что IPO становится одним из глобальных трендов российского фондового рынка. Какие новые акции ждать на Мосбирже в 2024 году? На какие имена стоит обратить особое внимание? С кем быть поосторожнее? Чем нам поможет опыт 2023? И главное, можно ли все еще на этом заработать? Друзья, вы смотрите Инвест Фьючер, с вами Кира Юхтенко. Если тема IPO вам интересна, то без промедлений ставьте лайк, подписывайтесь, но еще присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам и в Стокс, и в Бонс. Там наши эксперты собирают все самое интересное про инвестиции в акции и облигации, соответственно, ссылочки в описании. Ну, а мы с вами давайте перейдем к теме. Итак, друзья, я предлагаю начать в некотором смысле с азов. Давайте напомню, зачем IPO вообще существует. Потом мы проанализируем прошлый год и посмотрим на этот, и назовем с вами конкретные имена. Итак, как я уже сказала, через IPO компании получают доступ к капиталу. Они выходят на широкий круг инвесторов. Капитал идет к компаниям через продажу акций, то есть долей, и при этом никаких обязательств возвращать деньги нет. Ну, а нас с вами, инвесторов, привлекает возможный рост ценных бумаг. Готовятся к IPO компании от нескольких месяцев до года, и обычно это, кстати, весьма и весьма затратное мероприятие. За это время отчетность становится более прозрачной, и, как следствие, банки охотнее выдают таким компаниям кредиты. IPO позволяет провести оценку рыночной капитализации и повысить престиж. Немаловажно, что механизм дает бизнесу больше упоминаний в СМИ и делает его известнее. Это отчасти и маркетинговая история тоже для бизнеса. Ну, а вообще размещение – это такая хорошая новость для венчурных инвесторов, которые вкладывались в компанию в начале ее пути на первых этапах развития. Они могут продать свою долю, получить кэш и реинвестировать его, например, в другие проекты. После проведения всех подготовительных процедур компания выходит на биржу. До этого она называет цену выпускаемых акций и их количество, и потом торги. На них инвестор может купить бумаги. Компания официально становится публичной, это если кратко. Да, вот такие вот основы, как говорится, база. Ну, а теперь, друзья, давайте мы с вами поговорим о том, как понять, стоит ли нам, простым розничным инвесторам, участвовать в IPO. Иногда акции компании взлетают уже в первый день торгов, но IPO – это далеко не всегда выгодно, и это тоже нужно держать в голове. Тут есть такое одно из главных правил – не направляем все свободные деньги в одну компанию, какой бы перспективной она нам не казалась. Стремление котировок наверх – это, конечно, хорошо и прекрасно, но грамотный инвестор должен правильно рассчитывать перспективы и фундаментальную ценность бизнеса, в которые он, собственно говоря, вкладывается. Высоко оцененные на бирже технологии или продукт через несколько лет могут стать уже рудиментом, и, к сожалению, рынок нам это уже не раз показывал. Ну, вы скажете, Кира, звучит как-то размыто. На какие показатели смотреть? Ну, вот давайте прямо по пунктам пробежимся. Первое. Мы проверяем, росла ли выручка и прибыль компании в последние годы. Если с этим все хорошо, то IPO – это довольно объяснимый шаг, да, он нужен для расширения дела. А вот если мы увидели отрицательную динамику, то не исключено, что размещение акций – это просто попытка сохранить бизнес на плаву, и о развитии тут пока речи не идет. Это тревожный маячок. Второе. Проанализируйте, почитайте мнения экспертов об отрасли, в которой компания работает. Но, опять же, обратите внимание, растет ли этот рынок и какими темпами он растет. Большая ли конкуренция? Много ли инноваций? Тут очень важно, какую долю занимает выходящая на IPO структура. Третий момент. Желательно выяснить, зачем компании вообще нужны деньги. Если погасить долг, это, в принципе, нормально. Если, например, закрыть дыру в оборотном капитале, то вот тут вот стоит призадуматься. Четвертое. По возможности проверьте, нет ли у предприятия проблем с законом, угрозы штрафов, дел по сомнительным операциям и так далее. Часто, на самом деле, это выяснить можно, даже по большим компаниям. Пятое. Конечно, добросовестность и рейтинг андеррайтеров и маркетмейкеров. Это ребята, которые помогают в процессе первичного размещения. Это тоже очень важный показатель, потому что он напрямую влияет на успешность IPO. Если все названные аспекты в порядке, ну, в общем-то, отлично. С большой долей вероятности это вложение принесет прибыль. Но тут, конечно, надо помнить, что риски есть всегда. Факторы влияния могут быть и сугубо экономическими, и юридическими, и политическими. И еще раз, для вложения в IPO требуется глубокий анализ и понимание перспектив. Ну, в общем, расскажите, пожалуйста, вы, был ли у вас опыт по IPO? Какие компании вы брали? В общем-то, если не брали, то расскажите, что вас останавливает от покупки акций на размещении. Жду в комментариях, потому что, ну, вот у нас был такой целый урожай в прошлом году. Интересно узнать, кто в чем участвовал, кто куда вписался. Ну, а теперь, друзья, как я и обещала, небольшой исторический экскурс, после которого мы уже посмотрим на IPO 2024 года. Интерес к этому механизму в России в целом увеличивается, но пока, кстати, он не доходит до уровня 2020 и 2021 годов. Тогда на биржу вышли 11 и 13 компаний, соответственно. В прошлом году мы с вами стали свидетелями восьми IPO. Одна из самых ярких историй – это выход на рынок Центра генетики и репродуктивной медицины «Генетика». Предприятие получило порядка 178 миллионов рублей. Это было самое небольшое привлечение средств. Деньги «Генетика» намерена потратить в том числе на создание лекарств от редких болезней. Через полгода после размещения акции поднимались на 150%. На минуточку. Громче всех о себе на самом деле заявил у нас российский разработчик программного обеспечения «Астра». Он получил более 3,5 миллиардов рублей. К закрытию первого торгового дня акции подскакивали на 40%. Спрос в 20 раз превышал предложение «Астра» оценили почти в 70 миллиардов рублей. Потом, правда, цена бумаги скорректировалась. Дальше у нас марка «Мурской одежды Хендерсон» привлекла почти 4 миллиарда. «Совкомбанк» 11,5, «Ердов», «Евротранс», оператор сети АЗС «Траса» привлек 13,5 миллиардов рублей. Это было, на самом деле, самое масштабное IPO 23-го года. Еще у нас были «Смарттехгрупп», это владелец «Финтехокармани», «МГКЛ», это материнская компания сети ломбардов «Мосгорламбарк», «Южуралзолото», крупный добытчик, ну, собственно, золота. Ну, давайте вот еще раз внимательно посмотрим, какие мы можем сделать выводы из вот этого IPO-пада. Аналитики «Ивплюс», наша образовательная платформа, вот считают, что почти все новые компании могут быть интересными для покупки. Плохих предложений почти не было. Ну, сомнительным вариантом разве что «Кармани» можно назвать. Это микрофинансовая организация, где деньги дают под залог авто. Были вопросы к «Евротрансу», но, в принципе, компания довольно грамотно на IPO вышла в итоге. «Астра» размещение такое самое успешное, ну, и рынок, в принципе, обращает особенное внимание на наших айтишников. Но тут надо понимать, что у акций большая волатильность, и все-таки мультипликаторы высоковаты. Специалисты называют IPO «Юшералзу» – это отличным примером. Вот в компании не жадничали с оценкой, раскрыли планы на деньги от размещения, и, что немаловажно, свои обещания и выполнили. И вот это для акционеров, конечно, очень ценно. Что по Совкомбанку, то его листинг ждали мы года 3-4. Аналитики полагали, что это может случиться в Лондоне или Нью-Йорке, но обстановка в мире, как мы знаем, поменялась. Западные рынки становятся все дальше и дальше, да, и от бизнеса, и от инвесторов из России. Ну, вот поэтому Совкомб пошел другим путем, в принципе, довольно успешно. Могут ли российские компании выходить на иностранные биржи сейчас? Нужно ли им вообще это? Давайте послушаем. Это сейчас, наверное, скорее невозможно, потому что, во-первых, и западные инвесторы косо смотрят на российские компании. Во-вторых, и, как вы знаете, есть, наоборот, тенденция обратная. То есть многие наши компании торговались на иностранных биржах, и сейчас они редомицелируются сюда, в Россию. То есть скорее есть обратная тенденция. А размещение российских компаний на иностранные биржи возможно только при условии, что эти компании будут вести бизнес за рубежом. Ну, то есть они будут формально только российскими, а, возможно, владельцы будут российскими или просто компания будет происхождение российского. Ну, такая история, как раньше, когда там какая-нибудь условная российская компания типа Яндекса могла регистрироваться в Голландии и размещаться на американском Ноздаке, сейчас такой истории уже невозможны, я думаю. Конечно, это во многом и геополитические риски, которые отрицательно влияют и на экономическую рентабельность размещения за рубежом. Иностранные инвесторы из-за санкционных, речь в том числе об опасении вторичных санкций, из-за других причин, попросту не готовы вкладываться в российские компании. Но давайте мы вернемся к московской бирже, и сейчас я скажу вам короткую и важную информацию по этому поводу. В ближайшее время на Мосбирже будет появляться все больше новых эмитентов. На рынок у нас становится разнообразнее. Для инвесторов, то есть для нас с вами, это дополнительные возможности для получения дохода. И вот тут, по факту, у нас есть два пути. Первый – вестись на рекламные уловки брокеров, задача которых, ну, простите, впарить инвесторам IPO. То и второй – на основе объективного аналитического обзора принимать какие-то взвешенные решения уже дальше. Если вы для себя выбираете второй путь, то я вам напомню про нашу подписку ИФПлюс. Не раз мы вам рассказывали про портфели, про инвестидеи, которые команда аналитиков ИФПлюс в подписке собирает. Их доходность часто весомо обгоняет индекс Мосбиржи, так было в прошлом году. И вот прямо сейчас фокус команды как раз-таки направлен на то, чтобы осветить все новые IPO на российском рынке. О каждом новом размещении выходит у нас подробный разбор. Мы стремимся к честности, поэтому внутри не только информация о финансовых показателях компании, но и подробное описание рисков, перспектив, ну, а также справедливая цена, по которой, по мнению аналитиков, стоит заходить. Такой вот трезвый анализ компании без раскачивания ажиотажа на новости об IPO. И, на мой взгляд, это, правда, такой очень хороший инструмент для всех инвесторов. И неважно, новичок вы или вы инвестируете уже не первый год. Аналитические обзоры новых IPO, модельные портфели, инвестидеи от команды аналитиков доступны у нас в подписке и в плюс, причем без каких-либо доплат по стоимости подписки. Это все в нее входит. Если у вас есть подписка, заходите на платформу, пользуйтесь на здоровье, читайте обзоры. Их будет много в этом году. Если у вас подписки еще нет, то забирайте промокод в описании и присоединяйтесь на выгодных условиях. Ссылочка под видео есть. Ну, а мы пойдем дальше. Смотрите, итоги 2023 года наталкивают на мысль, что за продвижение IPO серьезно взялись на государственном уровне. О том, что нужно этот механизм популяризировать, заявлял даже Владимир Путин, призывала размещаться на бирже и Эльвира Набиулина. В ЦБ и правительстве говорят о плане по IPO до 2030 года. Больше десятка ежегодно. А на днях появилась новость о том, что Софьет предложил освободить нас с вами от налогов с дивидендов, от активов, которые были куплены в ходе публичного или вторичного размещения акций. На минуточку, на пять лет. Также Софьет рекомендует освободить от НДФЛ доход от продажи таких активов, но если инвестор продержал их больше одного года. То есть это такие, на самом деле, как бы хорошие стимулы. Ну и, судя по всему, в 2024 году новых размещений у нас действительно станет больше. Вот Тинькофф готовит сразу семь размещений, Мосбиржа ждет больше десяти, ну а прогнозы Финаму вообще впечатляют. Сотни за три-четыре года. Кого мы ждем в ближайшее время? Эксперты говорят, что акции разместят сервис каршеринга Дилимобиль, это техпроект Skyeng, ликер-водочный завод Кристалл, IT-компании X-Холдинг и Селектелл. Еще возможны IPO ювелирного ритейлера Sunlight, алкогольного производителя Ладога и лизинговой компании Оренза и агентства недвижимости Самолет Плюс. Но не факт, что они в этом году пройдут. Мы видим с вами такое расширение публичного рынка по отраслям. И, похоже, на Мосбиржу теперь будут представлены Эдтех и потребительская ювелирка. Ну вот наши специалисты в ИфПлюс считают, что половина новых компаний по капитализации вряд ли дотянет хотя бы до 25 миллиардов рублей. То есть получается, что IPO на российском рынке становится источником средств скорее вот как раз-таки для небольших предприятий. Пока эти потенциальные размещения интересны только по именам. Почти все на слуху. Многие нам в повседневной жизни встречаются. Но мы с вами еще не знаем оценок, по которым эти компании будут на Мосбиржу выходить. Поэтому немножко трудновато судить, какие IPO станут интересными на практике. Нужно будет уже ближе к делу смотреть и принимать решение, там участвовать или не участвовать в покупке. Почему компании хотят именно сейчас стать публичными? Это хороший шанс относительно дешево получить финансирование. В период низких процентных ставок бизнес мог себе позволить пойти на рынок облигаций там под 5-7% и спокойно займ использовать для своего развития. А сейчас приходится платить там по 17-18%. И понятное дело, что интерес к такому кредитованию ожидаемо падает, и IPO становится выгоднее. Ну, давайте вернемся к списку конкретных имен. Тут у нас, конечно, особняком стоит АФК-система, потому что на бирже ждут сразу несколько ее дочек. Это МедСи, Бенофарм, Агрофлодинг Степь, сеть от Эли Космос и МТС Бант. Ну, правда, последний появится на рынке, скорее всего, не раньше 2025 года, но тем не менее. Как рядовому инвестору на этих ожиданиях заработать? Вот в чем вопрос. Один из самых, наверное, простых способов и таких самых известных, наверное, уже на рынке, это покупка акций АФК-системы. Потому что в цене этой акции, можно сказать, существует недооценка уже много лет, потому что они планируют выводить свои компании на IPO, которые пока не являются публичными. Соответственно, когда эти компании начнут выводить на IPO, то и акции самой АФК-системы могут от этого переоцениться. Есть еще один вариант, кстати. Он может показаться менее очевидным, но подумайте. Это покупка акций самой Мосбиржи, которая будет заниматься вот этими планируемыми размещениями. Но некоторые аналитики считают бумаги уже дороговатыми, но, скорее всего, такой ход был бы интереснее несколько месяцев назад. Хотя, кто знает. Ну, еще раз подчеркну, по IPO 2024 у нас пока мало данных и оценок. Ну и, кстати, они могут сильно меняться. Вот есть недавний пример. Компания Мосгорламбард планировала сначала привлечь 500 миллионов рублей, а потом показатель упал до 300. То есть практически на два раза они свою оценку снизили из-за того, что не было спроса среди инвесторов. И это говорит о том, что все-таки много сейчас разговоров о том, что у нас рынок физиков, о том, что он достаточно неадекватный, люди неадекватно оценивают компании, готовы покупать все подряд. Но вот этот кейс показал, что это не так, потому что спроса не было, и компании пришлось чуть-чуть умерить свои аппетиты и снизить свою оценку. И несколько раз еще переносить конец сбора заявок. Сейчас, говорят эксперты, компаниям вряд ли получится размещаться по сильно завышенным оценкам. Менеджмент это понимает, и поэтому на выходе на IPO цифры должны быть более-менее адекватными. На кого еще из потенциальных новичков на бирже стоит обратить внимание? Ну, вот смотрите, делимобиль, конечно, из-за невообразимых цен на авто и дорогих кредитов. Потом бенофарм из-за перспектив фармацевтики. Ну, а вот с IT-отраслью нужно быть поосторожнее, потому что выгода может быть значительной, но тут многое зависит от конкретного продукта и от того, для кого он предназначен. То есть просто логика, вижу, айтишечку покупаю, но она, скорее всего, не сработает. Я бы все-таки из всего того, что пока намечено на следующий год, выбирал те компании, в которых хоть что-то, хоть как-то понимаю. Дело в том, что довольно сложно предсказать или, по крайней мере, спрогнозировать какую-то прибыль, выручку по этим компаниям, особенно если ты не разбираешься в бизнесе. Поэтому с учетом новых компаний, которые собираются на IPO, я бы ориентировался на, например, Метси, Степь, возможно, МТС-банк, если он будет в 2024 году, хотя, скорее всего, он будет позже. Вот в этих компаниях, по крайней мере, можно что-то предвидеть, как-то рассчитать их будущие денежные потоки, прибыль и выручку. Ну и давайте подытожим. Стоит ли участвовать в этих новых IPO или нет? Давайте я попробую максимально универсально ответить. Участвовать, если вы верите в компанию фундаментально, считаете оценку справедливой и понимаете, зачем этому бизнесу деньги, почему и каким образом он будет расти. Бывает так, что лучше купить акции через несколько недель после размещения, ажиотаж спадет, ну а вы к этому моменту оцените риски. Ну и как бы то ни было, фондовому рынку нужны новички, и мы их очень ждем на IPO. Какие компании вам интересны? Пишите в комментариях, обсудим. Ну и если выпуск понравился, то не забывайте ставить лайки за нашу работу, подписывайтесь на этот канал и присоединяйтесь к FSTOX и FBONS в Телеграме тоже. Там выходит очень много полезной информации для инвесторов, и по IPO-шкам там тоже материалы будут. На этом у меня все. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до новых встреч.